Добрый вечер, уважаемые телезрители. Ну и хотели бы начать наш разговор с вопроса о жизни города Северонецка. Знаем, что не так давно прошла сессия. Расскажите основные моменты того, что происходило на этой сессии и какие вопросы поднимались. На сессии городского совета, опять-таки, как всегда был вынесен депутатский запрос о создании временной контрольной комиссии по проверке тарифов на воду, водоотведение и теперь уже всех коммунальных предприятий. Очередной раз за рамками логики позицию депутатов от оппозиционного блока, ее прокомментировать невозможно и понять, почему они отказываются проводить. Особенно на фоне того, что директор водоканала на сегодняшний день уволился и наделавший долгов свыше 40 миллионов гривен на этом предприятии. Подчеркиваю, что предприятие досталось без долгов, и эти долги были созданы за два последних года. Отказ городского головы нести ответственность за персональную ответственность, так как именно он, и это является прерогативой городского головы назначать руководителей коммунальных предприятий, фактически накладывают некие подозрения уже у жителей города о сговоре и получении материальной выгоды. Потому что, ну, если люди хотят выйти на это предприятие, проверить, любой житель города, заплатив 18 гривен, 12 копеек за куб воды, имеет моральное право зайти на территорию этого предприятия и проверить, куда же израсходованы были его деньги, какое количество там этих насосов, все ли они используются, действительно ли этот тариф является экономически обоснованным, но почему-то позиция городского головы и депутатского корпуса резко отличается от мнения горожан. Вот это вот на сессии городского совета обсуждался этот вопрос, также по системе электронных закупок Прозора выносился проект решения с тем, чтобы снизить допороговые закупки до 3 тысяч и 500 тысяч по работам, депутатами от оппозиционного блока был отклонен. Выносились и другие вопросы, там приобретение техники для коммунального предприятия ДЭП, 2 миллиона гривен, аналог лисичанской ситуации, вот как там с приобретением КРАЗа, нечто подобное затевается здесь. Здесь очень интересный момент тем, что вообще-то необходимо провести конкурс, конкурс на вывоз твердых бытовых отходов, и может быть на территории города будет осуществлять деятельность предприятий, которое будет оказывать услуги в рамках, мало того, что действующего тарифа, так еще и нам не нужно будет тратить деньги на приобретение техники, и у нас высвободятся средства на ремонты кровель, ремонты детских садиков и школ. 800 тысяч было выделено, ну 700 с лишним тысяч на ремонт ступенек самого здания городского совета. Я считаю, что это пир во время чумы, так как на сегодняшний день в городе средств значительно меньше, чем в прошлом году, и необходимо решать самые насущные вопросы, которые поднимают жители города. Есть кровли, которые в прошлом году были отремонтированы, и нам известно, что они текут, то есть нужно закрыть эти вопросы, и нужно было в первую очередь направить эти деньги, но власть кулуарно на сегодняшний день принимает решения самостоятельно, на каких-то междусобойчиках, на уровне замов, или вообще еще может быть какой-то там есть другие места сбора. Поэтому вот будем вовлекать городского голову все-таки в жизнь города. Там ряд вопросов обсуждалось, ну в основном финансового характера. Естественно, все предложения от, если ты не являешься депутатом от оппозиционного блока, они не рассматривались и голосовались на все предложения, самые правильные и верные, как показывает практика и жизнь в сегодняшнем дне, они отклонялись. И самое главное, подчеркиваю внимание телезрителей на то, что на сегодняшний день есть вот этот тариф 18 гривен 12 копеек, мы все с вами имеем право выйти на это предприятие, проверить его экономическую обоснованность, но почему-то городской голова вместе с карманными депутатами отказываются нам в этом праве. И на фоне увольнения директора водоканала у нас складываются впечатления и подозрения, что там идут крупномасштабные хищения. Ну и также знаем, что есть проблемы у горожан другого характера, проблемы с получением жилья. У нас на прямой скайп-связи находится Инна Ковалева, переселенец. Инна, здравствуйте. Инна, здравствуйте, вы нас слышите? Какие-то проблемы со связью. Знаем, что эта женщина обращалась и к вам. С какой проблемой и в чем, собственно, суть проблемы? Ее супруг, если не ошибаюсь, участник боевых действий, они переселенцы из города Стаханово, они стали одни из первых на очереди в 2014 году, третьи были в очереди на получение жилья. Как вам известно, что распределение жилья активно идет в городе Рубежный, Сиродонецке, Лещанске. Тем не менее, почему-то им оно не достается. Несмотря на то, что выделялось свыше 9 миллионов на ремонт общежития именно для переселенцев, собирались уже соответствующие карточки, данные, собирались, уже были чуть ли не распределены комнаты. Но вот это неправомерное решение Рубежанского городского совета о передаче данного общежития в полном объеме, можно было часть передать медуниверситету, привело к тому, что люди остались на улице. Давайте выслушаем Инну, все-таки восстановили мы связь. Инна, еще раз здравствуйте, вы нас слышите. Добрый вечер всем жителям, которые смотрят наш сегодняшний мир. Изначально в преддверии праздника 9 мая хотелось выразить светлую память всем нашим дедам, которые погибли. И хотелось, чтобы парни, которые сейчас в войне поменьше, чтобы их погибало в этой непонятной войне, которая сейчас. Конечно, у нас сегодня у каждого своя жизнь. Кто-то живет по совести, а кто-то живет без совести, унижают в других правах других людей, пользуются положением, связанным. А кто-то живет для народа, к примеру. Вот, к примеру, сегодня была встреча на Ласточке в городе Рубежном, где люди кричали во всеслышание, пригласили к себе на встречу Валерия Юрьевича. И я стала там свидетелем, конечно, кончастником стала этой дискуссии, которые были возмущены своими обещанными правами, которые местная власть дали им время, очень короткое, безведомо, всех жителей, чтобы они вернулись, но будем надеяться, что они отстоят свое собственное зрение, так как они на протяжении многих лет создали себе рабочие места, хватят на долги, бюджет города, а также кормят свою семью. Поговорим о сейчас конкретно вашей проблеме. Знаем, что вы стояли в очереди на получение жилья и каким-то образом до сих пор вы его не получили в связи с тем, что в очереди вас, скажем так, подвигали. Расскажите об этой ситуации поподробнее. В 2014 году мы, как переселенцы, приехали в апреле месяце, и в конце сентября, октябрь-ноябрь мы стали на очередь. Поставили нас третьими, муж у меня инвалид, второй группы, участник боевых действий, участником же Чернобыль, первой категории. Мы подпадаем под эти категории, согласно законодательству Украины. Мы сдали все документы. На тот момент мы были третьи по очереди. Нам обещали, мы этот вопрос контролировали. Мы смотрели, приходили, интересовались, говорили, не переживайте. Ну, рассматривали мы в течение двух лет. Нас отписнили вместо третьей номерации по очереди. Мы стали 143-ми. В конце концов, в этом году недавно пришла поповщая извещение. На жаль, мы не можем вам дать жилье. Но, тем не менее, мы знаем, что здание, которое строилось, общежитие, изначально подавали очень много переселенцев, льготной категории, подавали списки для того, чтобы им дали и комнаты, и многодетные, и инвалиды всякие. Но почему-то на сессии исполкома города Рубежного приняли решение отдать это общежитие студентам. Но директор этого заведения ИОФЭС был у него договор, в котором было сказано, что 10-я часть должна раздаться инвалидам. Но, тем не менее, все равно это взяли каким-то образом. Отписнили, отдали совсем ни один участник переселения льготной категории туда не послали. Узнаем обратно. В апреле месяце, в четвертого или каком-то начале месяца, исполком раздает квартиры. И что? 50 квартир еще каким-то участникам. Но и обратно, в целую льготную категорию переселенцев, никто не получил эту площадь, которая была обеспечена. Непонятно почему. Нам прислали ответ. Если вы не согласны, можете обращаться. Непонятно почему. Вы не говорили, что мы будем обращаться. Если положение было, то извините, его надо выполнять в любом случае. В итоге, сейчас, что вам говорят? То есть вас из очереди вообще убрали? Или вас убеждают в том, что все-таки вы квартиру получите? Нет, ничего нам не обещают. Нажали, не мая. Если вам что-то не нравится, можете взвертать в область. А как нам отвечают? Инна, спасибо вам за то, что включились в наш эфир. Валерий, все-таки, вы как депутат Рубежанского городского совета будете ли делать какие-то, возможно, обращения, какие-то, возможно, заявления для того, чтобы эту ситуацию как-то исправить? Я подготовил обращение как депутата городского совета и в силовые структуры, и непосредственно к городскому главе, и депутатам Рубежанского городского совета сделать анализ, по каким критериям выдавались квартиры на протяжении последних двух лет, получили правомерность выделения этих квартир. Но нам с вами известно, что приоритет давался силовым структурам, на мой взгляд, только лишь для того, чтобы прикрывать на сегодняшний день нерациональное использование бюджетных средств, хищения, которые мы наблюдаем в стенах Рубежанского городского исполнительного комитета. Ведь ни для кого не секрет, что отказ работать через систему электронных закупок руководство города отказывается только лишь с одной целью, для того, чтобы заводить подконтрольные им подрядные организации и работать по старой откатной схеме. То есть, фактически, на сегодняшний день мы сделаем анализ всех решений исполнительного комитета, на каком основании кому выдавались квартиры. Поступило обращение от Ирины, мы встретились сегодня на Ласточке, там тоже жители города пригласили. Власть не хочет вести диалог с жителями города. Вот эта новая сформированная власть, она, знаете, до такой степени взорвалась. И я никогда не думал, что мы с этим вновь столкнемся в нашем городе. Встреча была очень животрепеща, потому что и вопросы беженцев поднялись, и вопросы реконструкции вот этого рынка. И неизвестные лица разобрали на сегодняшний день там бетонные ряды. То есть, это со времен Советского Союза, еще в плане застройки города, отмечена эта территория как вечерний рынок. На сегодняшний день людей пытаются оттуда прогнать под видом проведения реконструкции, какие-то павильоны построят, которые уже распределены. То есть, люди, которые работали там на протяжении 20 лет, они не имеют права арендовать эти павильоны, которые будут строиться за их деньги. Миллион двести тысяч гривен выделено бюджетных средств на строительство вот этого нового павильона. А места там для тех людей, которые шляют на сегодняшний день там эту деятельность, нет. Уже места заняты какими-то другими лицами. Очевидно, что за этим стоит какая-то коррупционная схема. И фактически жители города, вы знаете, они очень интересный акцент сделали. Они сказали, зайдя на сайт Прозора, увидев, что там работают частные предприниматели, оказывают услуги Рубежанскому городскому совету, часть из тех людей, которые сейчас торгуют на этом рынке, имеют строительное образование. Они сказали, так а почему бы не провести все-таки конкурс? Может быть, мы приняли бы участие в строительстве? И поставили вопрос именно таким образом. Никто не против благоустройства, розы, плитка, строительства этого павильона. Но давайте распределим эти подряды между теми людьми, которые там уже работают. В конце концов, они за эти десятилетия уплатили в городской бюджет свыше 100 миллионов гривен и имеют право откусить свой кусочек пирога и поучаствовать в строительстве. На фоне той тяжелой ситуации антирекламы со стороны местных органов власти, которые постоянно твердят о том, что рынок будет ликвидирован, закрыт, снижается поток жителей, предприниматели страдают добросовестные, которые работали на протяжении десятилетий. И само образование рынка имеет очень интересную предысторию. Это бич нашего города, то, что на сегодняшний день оппозиционный блок, получив свыше 60% голосов в городском совете, вот эти депутаты, взорвавшиеся политиканы, они позволяют себе использовать вот этот административный ресурс и не идут на диалог с жителями города. Не нужно этих кулуарных встреч и выборочных с каждым по одному. Давайте проведем общественное слушание, как это было по шестой школе, примем нужное для горожан решение и будем двигаться дальше. Валерий, мы будем следить внимательно за развитием событий в городе Рубежном. Спасибо вам за то, что пришли сегодня в нашу студию. Я напомню нашим телезрителям и радиослушателям, что у нас в студии был Валерий Харчук, депутат Рубежанского городского совета. До свидания, уважаемые жители города. С наступающими праздниками вас. Счастливо. Счастливо.